МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тебя с одним глазом оставлю! Циклопа сделаю! Зубами на куски рвать буду, ты понял? Богателью твою разнесу куски! Проститутка, совдал! Наличку! 85% всех предпринимателей в 90-е годы были вынуждены делиться с рэкетерами. Это было нормой, деваться некуда. Запомни, 30% наши. Принесешь сам. И чтобы мы за тобой не бегали. В 90-е казалось, что торговля шла повсюду. Открылось множество маленьких магазинчиков и ларьков. И люди торговали всем подряд, разложив нехитрый товар на коробках. Или прямо на земле, рядом с проезжей частью. И среди уличных торговцев было очень много пенсионеров, которые превратились в то время в нищих и выживали как могли. И они тоже становились жертвами рэкета. Уличные торговцы, грубо говоря, 300 рублей с них взяли. Но это уже, если их там несколько сотен, сами понимаете, это уже приличная сумма. Авдотья Никитична не хотела сидеть у семьи на шее и решила продавать сигареты. Но не знала, что за место надо платить и милиции, и бандитам, которые доили всех торговцев в округе. А ну-ка быстро всю выручку сюда, все ваши блоки сюда, и чтоб вас в секунду тут никого не было. Сынки, ну да вы что, сынки? Плевать бабушка или девушка, какая разница? Была команда ФАС, и все. Пенсионерка платить отказалась, и бандиты решили отнять у нее товар. А она дала отпор. Стала в ярости топтать сигареты, чтобы подонкам ничего не досталось. А они скрутили ее и стали ломать пальцы. Она вся пришла трясется. У нее пальцы на одной руке вообще как вот висят, как плети. Практически они сделали из нее инвалида. А обращаться куда-то в милицию, вы знаете, мы побоялись. Слово «рэкет» произошло от итальянского «рикатто», что означает шантаж, вымогательство. В Италии это национальный вид криминального спорта. Принесите бутерброд. Извините, мы не обслуживаем машины. Синьор Джероза, придется сделать исключение. В наш бутерброд вы положите 10 миллионов. В СССР первые рэкетиры появились в 70-е годы. И отцом советского вымогательства называют Геннадия Корькова по кличке Монгол. В основном банда облагала данью так называемых теневиков, различных лиц, которые занимались теневой предпринимательской деятельностью. Одного из самых богатых цеховиков столицы члены банды Монгола вывезли в лес в гробу. И старший товарищ по кличке Палач взял пилу и стал гроб пилить. Не дожидаясь, когда пила дойдет до него, цеховик пообещал отдать бандитам все. Готов был со всем, со своим имуществом, квартирой, где деньги лежат, распроститься. Директора популярной шашлычной на ленинградском шоссе Антонину Ломакину бандиты возили несколько часов по городу, а потом привезли в лес и заставили рыть себе могилу. Набросили на шею веревку и повесили на пару минут на дерево. Ну, повесили очень интересно. На 15 секунде после этого повешения они обрезали веревку, она упала, осталась живой. На шею Ломакиной надели похоронный венок, фирменный знак банда Монгола. Она чудом добралась до своей квартиры и отдала бандитам все. От бриллиантов до мебели и посуды. Муром была приведена легендарная операция, в ходе которой был внедрен в эту банду сотрудник Муры под прикрытием, который позволил собрать доказательства преступной деятельности этой группы и привлечь к ответственности порядка 30 человек. В итоге Монгол был осужден к длительному сроку лишения свободы. Воры в законе старой формации рэкет не одобряли. Это противоречило правилам, жесткому кодексу, по которому жили советские криминальные авторитеты. То есть брать деньги с проституток и с барыг, это считалось для них не соответствовало к кодексу вора. Но новая криминальная поросль решила вплотную заняться вымогательством и установить в этом деле свои порядки. Криминальные авторитеты и теневики устроили сходку в 1988 году в Кисловодске и договорились о том, сколько нужно платить за крышу. Теневые предприниматели отдают крышевавших им лицам 10% от дохода. То есть с тех времен такая такса была примерно установлена. Она, понятно, что росла в 90-е годы, она доходила и до 50%. Александра Рошель была девушкой из интеллигентной семьи, имела высшее юридическое образование. Но в начале 90-х ударилась в бизнес, торговала косметикой, шила и продавала дефицитные спортивные шапочки. А потом обратила внимание на то, какой бешеный успех имеют стриптиз-клубы. Они были в каждом районе крупных городов. И Александра решила заняться подготовкой кадров для этих заведений. Я их взяла, неприспособленных, двигающих, плохо образованных. Но я из них делала, что могла. Александра объявила набор в первую школу эротических танцев. И к ней потянулись десятки аппетитных особ, мечтающих продать свое тело. Статных, сисястых, таких с маленьким мозжечком в голове, крошечным. Девочек. Хочу сразу сказать, это не было проституцией. Это была четкая и ясная школа, где танцевали только эротические танцы. Ученицы Александры Рошель с успехом потом работали в самых крутых заведениях столицы. И она зарабатывала на их продаже большие деньги. А потом придумала проводить конкурсы эротического танца. С дорогущими билетами и призами в виде иномарок и бриллиантов. Девушка выходит в одних плавках или там, скажем, в воздушных одеждах, где все видно. И все приезжали как раз смотреть, начиная от бандитов, появившихся банкиров. Я, я, ой, да простит мне церковь, даже священники приходили. Даже рясы не снимали, приходили. Представляете? Александра стала миллионершей. У нее были лучшие в Москве меха и украшения. Мерседес. Она собиралась купить большую квартиру в центре столицы. Но однажды в ее квартиру ворвались бандиты и пообещали, что изнасилует ее дочь, если Рошель не выплатит им огромную сумму денег. Как правило, больше всего им нравилось издеваться над членами семьи. Он говорит, ну мы тебя не тронем, ну ты нам нужен, ты же сам. А у тебя ребенок маленький в школу ходит. Вряд ли она выдержит. У нее там миллион ребеночек. У нее не хватит сил терпеть. А потом предпринимательницу вывезли в подмосковный лес. И заставили позвонить помощникам, чтобы они доставили ее украшения и деньги. Иначе смерть. И один достает из машины реальную лопату и начинает рыть могилу. Вот реально он даст. И я понимаю, а мне конец. Но Александре помогли уроки каратэ, которые она брала под влиянием моды в начале 90-х. Ей чудом удалось сбежать от ракетиров. Я бежала без обуви. Я ноги лечила 4 года, потому что это были порезы, это были ссадины, это были доски, это было все зараженное. Они у меня гнили, они у меня не хотели заживать. Дима Синкин родился в Грузии, где в эпоху застоя расплодились цеховики и воры в законе. А в 90-е жил в Иванове и был членом ОПГ. Я уже в детстве понимал, что у меня два выбора, или идти по криминальной дороге, или по спорту. В 15 лет я стал мастером спорта по вольной борьбе. И такие спортсмены в начале 90-х подались в бандиты. Крепких парней без лишнего интеллекта активно вербовали в ОПГ. И они становились в них пехотой, то есть рядовыми, выполнявшими свою грязную криминальную работу. Первые группы появились из так называемых качалок. Это спортсмены, которые нужно было себя как-то занять, обеспечить свой доход. И, соответственно, они стали предлагать защиту первым кооператорам. Защиту, прежде всего, от самих себя, от других подобных небольших групп. К простым парням с крепким телосложением подтянулись и профессиональные спортсмены, которым было нечем заниматься после развала Советского Союза. Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены. Ну что ж нам было вены, по-твоему, скрывать? Когда героев спорта, ему отдавших годы, как говорится, морда, я бы освоил. Одной из первых жертв Димы Осинкина и его криминальных товарищей был предприниматель, который только-только открыл маленький кооператив по производству кладбищенских памятников. И ему заявили, через пару месяцев ждем свою долю. Дружище, давай развивай, раскручивай точку, а потом будешь платить. Настали времена, когда у каждого была крыша. Прошло совсем немного времени, и Дима стал обеспеченным человеком, жена которого была на седьмом небе от счастья. Каждый день моя гражданская жена, каждый день куркулёк вкладывала деньги, там вот этот куркулёк рос и все такое, золото и все. Рэкетеры, которых немало в фильмах 90-х, взяли на вооружение крылатую фразу римского императора Веспасиана «Деньги не пахнут». Один коммерсант был, все смялись, он открыл туалет, и у тебя деньги пахнут говном. Он «ха-ха, да-да-да». На первые заработанные деньги предприниматель открыл магазин, потом ресторан, потом казино. И рэкетеру усвоили – вонючих денег не бывает. Деньги потом перестали быть правильными и неправильными, понимаете? Деньги стали быть деньги. У Людмилы Клементьевой из подмосковного Королёва был диплом техника по обработке металла. Но работы по специальности она найти не могла. И пошла торговать. Сначала продавала палёную водку, а потом перешла на левый парфюм, который пользовался большим успехом. И тут же подтянулись бандиты. Изначально, где-то, может быть, сразу было долларов 200. Сразу он меня установил. Бандиты прекрасно знали рынок и сходу определяли обороты любого торговца. И отпора не ждали. Всё продала? Почти. Вот, выбирайте. Гони, Стонечка. А этого не хотите? Смелая барышня. Когда Людмила купила тонар, вагончик на колёсах и торговля резко пошла в гору, у неё появился персональный криминальный опекун. Он попросил себя назвать Андрюшей и требовал тысячу долларов в месяц. Мальчик с идеальной стрижечкой, значит, в пальто, чёрное пальто, чуть ниже колен, белая рубашечка и белые кроссовочки. Они не давили. Они просто мило беседовали, глядя тебе в глаза. И объясняли ситуацию, что так надо. Хозяева соседней торговой точки не внесли положенную плату всего лишь раз. И ракетиры сожгли их павильон. Подруга Людмила открыла небольшой магазинчик тканей. Бандиты узнали, что женщине удалось удачно распродать партию товара, и она купила золото и бриллианты. И, значит, у неё она показывает грудь, у неё вся грудь была в ожогах, значит, утюгом жгли ей грудь. Лично я эту грудь сожжённую видела. В советское время статья Уголовного кодекса 148 вымогательства считалась лёгкой. Явление это было редким. Наказание предусматривалось не более четырёх лет лишения свободы, но с момента того, как количество такого рода преступлений росло, законодатель, понятно, что увеличил ответственность. В 90-е появилась новая 163-я статья. И, по идее, она должна была остановить криминальных граждан, решивших тристи других. Помогательство стало серьёзной статьей, 163-я. Серьёзной статьей стало. За неё, как говорится, грузили нехило. Могли дать до 15 лет лишения свободы. Вот только на скамью подсудимых попадали рэкетеры редко. К сожалению, у нас, как сказать, у нас много дел очень, конечно, разваливалось. Потому что, скажем, и суды продажные, и адвокатура достаточно шустрая такая, на Ниве на эти деньги зарабатывала. Руководитель группы «Поющие сердца» Виктор Харакидзян в 90-е попал в переплёт из-за друга бизнесмена. Однажды он остался у него ночевать, и в дом ворвались вооружённые бандиты. Один из них достаёт пистолет и мне в ребро. А говорит, пикнешь, разрежу пистолет. Виктора с другом вывезли в подмосковную деревню. Жестоко избили. И сказали, что друг Виктора должен привезти им 85 тысяч. И Виктор должен ему помочь собрать необходимую сумму. В общем, ты попал в отца, они сказали. И называют улицу, на которой я живу по сей день. Называют дом, квартиру. И у тебя дочка, говорит. Виктор и его товарищ собрали деньги. И передача их рэкетирам могла закончиться смертью. Он достаёт лимонку, кладёт её на панель. Говорит, Вить, значит, у меня такое задание. Если сейчас не вся сумма, потому что сегодня последний день, который мы вам дали, мне сказали забрать две жизни. Какие? Это на моё усмотрение. Прошла четверть века. Виктор – успешный человек, который больше никогда не попадал в такие истории. Но забыть такое невозможно. При этих мыслях прошибает холодный пот. Ощущаешь вот обезвоженность, да? Вот всё слипается во рту. Вот этот стресс. Вот так работает, наверное, вот. И, естественно, в виски ты слышишь удары своего сердца. В 90-е годы раз в месяц на спортивном стадионе Рязани проводилась уникальная акция. Все предприниматели города – от владельцев киосков до директоров крупных предприятий – приходили на поклон к самой мощной бандитской группировке города и добровольно сдавали деньги банде «Слона». Абонентская плата, как они называют? Абонентская плата за крышу. Невозможно было всех одновременно принимать, поэтому был график. Главную рязанскую ОПГ возглавлял Вячеслав Ермолов по кличке «Слон» – двухметровый детина с огромными кулаками. В банду в разное время входило от 500 до 1000 головорезов. Такой здоровый, с таким, как неандерталец, у него выражение лица такое. В конце 80-х в Советском Союзе разрешили кооперативы. И начали плодиться маленькие кафе и торговые точки, которых в начале 90-х в каждом городе стало много. И ни один предприниматель в Рязанской области не работал, не отстегивая дань кровавому упырю двухметрового роста. «Слона» знал весь город, и его колоритная фигура вызывала массовый ужас. Они контролировали заводы, мелкие какие-то палатки, контролировали сауны, контролировали наркотики, продажу оружия. Милиция в то время ездила на старых машинах. Менты ходили в убогой, заношенной форме. У них не было бензина, и пистолет был один на троих. А бандиты гоняли на иномарках и легко отрывались от любой погони. И нагло ржали на допросах в лицо лохам в погонах. Понимая, что доказать их преступление, милиции будет трудно. Работать некому. Милиция, все, она была бессильна. Ну поймите, тогда не платили людям зарплаты, так же полиция не платила. По шесть месяцев не получала зарплаты. Ислон любил учить правоохранителей жизни. Рассказывал, что скоро возглавит область и наведет порядок, в том числе и в органах внутренних дел. УБОП располагался в таком, ну как бы, неказистом помещении во дворе ОВД. Стулья, столы, все было старое в это время. И вот слон, он же здоровый, он сел на этот стол, стул, слон сел на стул, и стул под ним развалился. Он падает и говорит, да, ребят, ну ничего, когда мы придем к власти, у вас будут и столы нормальные, и стулья, и телефоны. Слон подмял под себя главное предприятие Рязани – местный нефтезавод, крупнейший в регионе. Его директор должен был решить, работать с бандитами или погибнуть вместе со своей семьей. Это был самый страшный день его жизни. Сидит с женой дома, и вдруг, вон что он видит, что на удочке с верхнего этажа спускается Бигфордов шнур горящий, и там висит взрывчатка. И это его так просто хотели попугать. Он успевает с женой выбежать в другую комнату, и происходит взрыв, летят стекла. В общем-то, это был язык той эпохи. Слону были вынуждены подчиниться даже цыганские бароны. Они тоже поняли, что придется отдавать главе ОПГ большие деньги. Они убили одного из цыганских баронов, который занимался наркотой. Он оказался им платить, они ворвались к нему домой, он стал защищать беременную жену, им нанесли 6 рубленых ран топоров по голове. Они даже не прятали трупы, иногда они их просто оставляли в городе, специально на видных местах, для того, чтобы они служили назиданием для других предпринимателей, которые, в общем-то, думали еще вступать в такие отношения коммерческие с этой бандой или нет. Рядовые члены ОПГ в итоге сели на скамью подсудимых, но получили максимум по 10 лет. Хотя не просто вымогали деньги, а убивали. А вот предводитель головорезов Вячеслав Ермолов по кличке Слон сбежал в Испанию. Все у него там хорошо, естественно, ждет по другой фамилии. В 1992 году Ельцин подписал указ о свободе торговли. И улицы Москвы, и других городов превратились в базары. И в стране стали с бешеной скоростью плодиться разные рынки. И на каждом торговцев трясли представители разных ОПГ, которых называли быками. Просто подходит и говорит, платите. Как торговля? Хорошо. Платите. Нет, значит, вам подбивают ножки, и вы собираете все это с пола. И все, и на этой веселой ноте ваша торговля заканчивается. И это для торговцев было настоящим испытанием на прочность. В ходу у бандитов были унижения, пытки и даже убийства. И тебя, и гуи, и грабят, и тебя могут и пырнуть, и тебя могут и послать. Анастасия Чебанова держала торговую точку в Лужниках, главной российской барахолке, которая занимала территорию в 180 гектаров. И здесь ежедневно происходили драки и даже перестрелки. Кого-то все время лупили, кого-то все время били. И женщины кричали «помогите», и ограбили, там, рыдали. И нас морды били, и мы били потом тоже в ответ. За аренду торгового места предприимчивая женщина платила 4 тысячи долларов в месяц. А еще 15 отдавала бандитам. И была еще одна оригинальная форма рэкета. Она снабжала бандитов мясом, как называли молодых торгашек пониженной социальной ответственности. Честно говоря, приходилось и в сауну вытаскивать. Специальные там девушки были, тоже все это оплачивало. Любовь Левченко торговала на рынке в Иркутске. И работала даже незадолго до родов. Но местные бандиты все равно трясли ее, как грушу. Беременность смягчающим фактором они не считали. Вся улица, ну, торговая улица. Вы что, говорит, совсем обнаглели? У меня вот такой живот был. Они говорят, вы что творите? Ей рожать не сегодня, завтра. Вы к ней подходите. Люба платить не хотела. И рэкетиры ей отомстили. Она осталась должна хозяину товара огромные деньги. Подошли минут через пять, пока не видишь, и облили все зеленкой. Жительница Иванова Алена Пожарская часто ездила за товаром в столицу. И на автобус, на котором ехали ивановцы, по пути налетали бандиты. После чего в столицу ехать было не с чем. Не отдай, попробуй. И простукивали, все ли есть. Потому что трусы в лифтике во что только не зашивали, чтобы тебя не ограбили. Естественно, жить хочешь, отдашь все. Тысячи людей в 90-е устремились в Польшу, Турцию и Китай. Даже хрупкие женщины везли туда тяжелые дрели, велосипеды, разную посуду. А назад перли баулы с очень нужным россиянам ширпотребом. Рэкет был интернациональный. То есть как бы и наши язык был слышен, и польский. Игорь Николаенко был смелым мужчиной. Воевал в Афганистане. Был профессиональным спортсменом. Но и ему было часто страшно. Получил ранение в руку. Тогда сцепились конкретно. Это уже было с поляками. Перед границей нашей доблестной СССР. Бандиты требовали дань со всех торгующих на рынках. Останавливали машины и автобусы по дороге в Польшу. Не заплатишь – побьют. А могли и прикончить. Всех мужиков из автобуса был на колени под автомат. Девчонок выбрали, золото поснимали, из ушей кольца. Все полностью разделили. Помыли, почухали весь автобус. Любовь Левченко как-то отправилась в Пекин. Из Китая тогда везли в основном одежду и обувь. Качество у этого товара было отвратительное. Но в России тогда ничего не производили. И все ходили в убогом импорте. Большой рынок Ибалу называется. И на этом рынке к нам подошли такие большие дяди в спортивных костюмах. Наши, русские. Там разговор был короткий. То есть раскрывалась кожаная куртка и показывался обрез. Сцена из фильма 90-х. Классический набор. Менты, бандиты. 17.00, будь, пожалуйста, на телефоне. Ладно? А что это такое? Да обиженные, обиженные будут звонить. Кавказскую кухню громить будем. Рэкетиры тогда жизни не давали владельцам разных точек общепита и простых, и престижных. Крышу имела каждая. Мебель летала, конечно, во врачих ситуациях просто как снег. Туда-сюда стулья, столы летали. Но я был за барной стойкой, мне было проще, я нырял за нее, бутылки все убирал с барной стойки. Потому что после первой, когда я первый случился, сразу из моей барной стойки выхватывали все бутылки, и они пошли в ход. Это здание удивляет до сих пор. Едешь себе по Киевскому шоссе, и вдруг такая игрушка. Здесь бывали Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер, сенатор Эдвард Кеннеди, Инди Роганди и множество других высоких гостей Советского Союза. Высота потолка – 12 метров. Роскошное место, попавшее в популярный фильм «Чародеи». Дубрава, она гремела тогда, потому что даже мне рассказывали генералы из Таманской дивизии, как они пытались сюда попасть, и даже мест не было. Виктория Лазич была подружкой Галины Брежневой. Сейчас таких называют светскими львицами. Она вышла замуж за немца, но в 90-е вернулась в Россию и увидела, что ее любимый ресторан выглядит просто ужасно. Виктория решила взять огромный кредит, купила Дубраву и сделала грандиозный ремонт. И в ресторане снова закипела красивая жизнь богатых граждан. Но прошло полгода, и сюда заявились страшные рожи. Потребовали денег за крышу. Да еще и сдать им Дубраву в аренду. На цокольном этаже мы сделаем казино и сделаем клуб-стриптиз. Я говорю, как, в здании? Где Леонид Ильич принимал вообще делегации. Но бандиту угрожали Виктории расправой, и самое страшное – выкрасть ее сына. А потом напали на ее мать, которая тоже работала в Дубраве. Женщина чуть не рассталась с жизнью. Был организованный погром. Взяли огромную доску, ударили ее по голове, связали ей руки, заклили ей, вот надели ей мешок на голову. Всем стоять! Кого угодно. Пошелся! В фильме «Действуй, Маня» битва рэкетиров с поварами выглядит комично. Зрителю никого не жалко. Умора, да и только. Но то, что в 90-е пережила Виктория Лазич – страшная трагедия для всего ее семейства. В итоге она ресторан продала с большим для себя убытком. И бизнесом больше не занимается. С одной стороны, был вот этот, ну, безусловный кайф полета. С другой стороны, это был такой, как бы, полет над минным полем. Потому что стреляли, жгли, рэкетировали. Роман Рожняковский был сотрудником НИИ. Но в 88-м году открыл одно из первых в Москве кооперативных кафе «Зайди, попробуй». И заведение быстро стало очень популярным. Роман лично стоял у плиты и встречал клиентов. В 91-м к Рожняковскому пришли бандиты, и он отказался платить им за крышу. И месть была страшной. И кинули бутылку с зажигательной смесью, и сгорел зал ресторана. Было такое ощущение, что вот этот бой, а это бой был, это навсегда. И уже просто вот такой вот обычной жизни, когда дача, дети, погребы в лес сходить, с удочкой посидеть, в парк погулять, вот этого не будет никогда. Твари! Ноти вас, надо! Ноти! Ай, горячонец! Горячонок! Все, я клянусь, нет больше. После пережитого насилия многие жертвы ракетиров в милицию идти боялись. Ведь часто то, что у них отняли, было заработано незаконно. Бизнес тогда был диким, работали без разрешений, не платили налоги. Но если кто-то осмеливался обратиться в правоохранительные органы, информация об этом быстро оказывалась у их обидчиков. Они приезжали домой качки эти и говорили, подумай, пожалуйста, вот у тебя там ребенок, мама, думай, и вот, наверное, ты поторопилась написать заявление в милицию. У нас тут вызывают по этому вопросу, и человек забирал. И бывало так, что люди в погонах сами становились ракетерами. Их криминальные технологии были круче, чем у бандитов. Летом 95-го в Самаре сколотил банду сотрудник областного ГУВД Виталий Кузнецов. Его правой рукой стал боец ОМОНа Андрей Нетесов. Как потом, значит, выяснилось, что Кузнецов, ну, довольно долго, там, несколько дней, может быть, неделю, уговаривал, значит, Нетесова. Говорит, смотри, вокруг какой беспредел творится. Значит, эти торгаши на себе накопили огромные суммы. Все это они, значит, нечестным путем накопили, путем воровства и так далее. Вот, а мы, значит, вот, честные милиционеры, пробиваем, проживаем там на копейке и так далее. Не лучше ли нам, так сказать, с ними, чтобы они с нами поделились? В порыве откровенности Кузнецов выдавал про себя. Я по жизни не мент, я же по жизни бандит. И в мусоровку пошел, чтобы бандитствовать. Я как агент братвы в МВД. Первой жертвой банды Кузнецова стал состоятельный нумизмат Леонид Привалов. Несчастного затащили в сарай. Пытали, требуя выдать коллекцию. Но Привалов тайну не раскрыл. Кончилось тем, что Кузнецов его задушил ремнем. Хотя Нетисову он обещал, что они будут грабить, но убивать не будут. Потом сотрудник ГУВД и ОМОНовец ворвались в квартиру богатого бизнесмена. Избили его жену. Насмерть напугали ребенка и тещу. И жена бизнесмена отдала налетчикам кейс, в котором было 70 миллионов рублей. Но жизнь эта ей не спасла. Она была убита. Весь ужас осознается, когда смотришь фотографии в уголовном деле всех трупов, да, и когда читаешь показания. Вот тогда действительно мурашки по коже. На ментов, которые ведут себя хуже бандитов, жаловались и в кино 90-х. В Самаре жил гражданин Индии, который успешно торговал кожаными куртками и плащами. И Кузнецов, и Нетесов ворвались, когда Индус принимал гостей. Всю компанию уложили на пол, связали скотчем. Под дулом пистолета Индус согласился отдать 4,5 миллиона рублей. Убийца Кузнецов был счастлив. Одним из самых жестоких преступлений, совершенных Нетесовым и Кузнецовым, было их нападение на супругов Кудашовых, которые были челноки, они ездили в Турцию. Кузнецов знал, что челноки везут 30 тысяч долларов. Остановил их на дороге якобы для проверки документов. Их воднокровно людей уничтожил. Не предлагал даже ничего. Просто положил всех троих в снег и выстрелил каждому в затылок. Кузнецов получил 15 лет. Нетесов на два года меньше, потому что сотрудничал со следствием. Сейчас, когда читаешь, что делали некоторые сотрудники милиции в 90-е, ты понимаешь, что каннибал такого не мог сделать. Потому что это были мясорубы, это были людоеды, которые просто уничтожали целыми эшелонами людей. Екатерина Семенова из Нижнего Новгорода работала в издательстве секретарем-референтом. И рэкета там не ждали. Что у нас крошевать-то, бумагу, что ли? Я как-то, знаете, думала, что бог миловал, честно говоря. Но оказалось, что нет. Бандиты похитили директора издательства и силой заставили переписать на них свою квартиру. И от диких переживаний мужчина вскоре скончался от сердечного приступа. В больнице он пролежал неделю, а потом мы его похоронили. И оказалось, что за несколько дней до смерти генеральный переписал свой бизнес на Екатерину, и она стала новым директором издательства. Но бандиты быстро заставили ее отдать им контрольный пакет акций. Мне стало страшно, очень страшно, потому что у меня был маленький ребенок, больная мама. И, в общем, да, для меня это было непростое решение тогда. Дорогие от ребят, со мной такие номера не пройдут. Уж больно вы умные. Работать не хотите, а деньги вам подавай. Герой Михаила Евдокимова воздвиг в деревне платный сортир. Был первым кооператором и человеком активным. К нему, само собой, тоже заявились бандиты. Больно. Самой аккурат. Кооператор смог дать криминальной нечисти отпор. Но детище его в итоге сожгли. Это Солнцевские, Люберецкие, Казанские группировки. Потом были Сибирские группировки, там Кемеровские, Кузнецкие, совершенно жестокие, Ижевские, Удмуртские были группировки. И чем серьезнее был бизнесмен, тем круче у него была охрана. Миллионеры нанимали целые вооруженные ЧОПы. Крупный бизнес обзавелся своими службами безопасности, куда уже приходили в основном сотрудники правоохранительных органов. Стоять из места! Но люди, чей бизнес был небольшим, были абсолютно бесправны и беззащитны. И основными жертвами криминальных живодеров, которые любили пытать людей, как в легендарном фильме «Воры в законе». После просмотра этого фильма предприниматели пытали именно утюгом, паяльной лампой. Убогие будки, забитые заграничной едой низкого качества и алкогольной бурдой в красивых бутылках, были в 90-е повсюду. А ночью к ним подтягивались наркоманы. Хозяева ларьков приторговывали еще и дурью. И, конечно, отстегивали часть доходов бандитам. Будешь платить нам такую-то сумму, будешь работать. Нет. Вот видишь соседний киоск. Парень работал, не захотел платить, его даже не тронули. Просто киоск сожли вместе с продуктами. Алена Пожарская работала в одном из ларьков в Иванове. И однажды члены местной ОПГ взяли девушку в заложницы и сказали, что отпустят, когда хозяин ее ларька, наконец, выплатит им огромный долг. Меня просто закрыли и не выпускали трое суток, пока он не приехал. Сначала угрозы шли, потом физическое воздействие было, конечно же. Дальневосточный житель Сергей Суботенко собирался учиться в аспирантуре пред ЦК КПСС и строить номенклатурную карьеру. Но в августе 91-го оказался в Москве и увидел, что партия и весь советский строй сыграли в ящик. Пройдет реакция. Реакция не пройдет. Он вернулся домой во Владивосток. В восьмиметровой комнате в коммуналке его ждала жена Вика, которая работала педиатром и получала просто копейки. И Сергей пообещал ей, он заработает деньги. Открыл ларек, и дело сразу поперло. 92-93 год. Мы были одни из первых, кто привез продукты людям. То есть их не было вообще. На торговле Марсом, Сникерсом и корейским печеньем Чокопай супруги заработали сумасшедшие деньги. Купили крутую иномарку и хорошую квартиру. Я открыл оптовую базу, я открыл 5 магазинов, купил 10 машин, открыл 20 ларьков по Владивостоку. Но про супердоходы Сергея узнали члены Солнцевской ОПГ, которые следили за успешными коммерсантами по всей стране. И бандиты потребовали взять их в долю. Но Сергей отказался. Я в тот день шел в шортах, у меня походка такая, еще вот так вот хожу. И я это помню. Она вот так вот, пуля пролетела на дух. И там была гора песка, она туда зашла. Потом ему объяснили, следующая пуля, она, знаете, может, сейчас мимо прошла, а следующая может в цель лечь. Сергей попытался провести переговоры с бандитами и убедить их умерить аппетиты. Они хотели 40% от оборота. Он готов был отдавать 15. И однажды они ворвались в его квартиру и на глазах у жены пырнули ножом. Я вошел в число тех, которые изранены, искалечены, их миллионов 10. Это колоссальное количество людей, которые, ну, они перемолвали. Сергей выжил, но семью потерял. Виктория от него ушла. Жить в постоянном страхе, что к ним заявятся рэкетиры, она не смогла. Ведь можно было попасть в историю, как героиня фильма «Жена для метродотеля». Пришла, а мужа пытают бандиты. А можно было и самой стать жертвой подонков. Жен коммерсантов похищали по всей России. Кричать не надо. Никто тебя не услышит. Бывший рэкетир Дима Азинкин считает, что прожил жизнь очень интересно. Конечно, конечно. Это было очень приятно. Это горело душу, когда ты избранным таким себя ощущал. Короче, погужевать я успел тоже, да. Погорцевать. Успел хапануть этого. Но члены ОПГ жили красиво, но мало. Братки были мясом в криминальных войнах. Гибли в массовом порядке. Предприниматель Людмила Клементьева говорит, что ее опекун Андрюша сначала чуть не разбился на новеньком «Мерседесе», а потом подсел на наркоту. Андрюша вот этот мой, он умер от цирроза печени. А криминальный авторитет Евгений Васин по кличке Джем умер при загадочных обстоятельствах в СИЗО. И это была большая радость для тех, кто в справедливый суд не верил. В 90-е он был крестным отцом Комсомольска-на-Амуре и контролировал в регионе огромные финансовые потоки и все успешные предприятия. Занимался рэкетом и наказания за это не боялся. И однажды Джем решил наехать на Эдгара Зайцева, владельца местного кафе «Чародейка». Скажем так, хотели помешать нашему бизнесу, просто хотели помешать этому кафе работать, скажем так. Но Зайцев отказался платить бандитам, и Джем пошел на преступление, которое в крае помнят до сих пор. В тот вечер в кафе «Чародейка» сидели почти 40 человек. Большинство из них были 15-летними старшеклассниками. Туда ворвались четверо подручных Джема в масках и забросали заведение бутылки с горючей смесью. Причем, ну, очень цинично это было сделано. В том числе подожгли выход, чтобы затруднить эвакуацию людей. И один из преступников, бандитов, более того, блокировал дверь. Заживо сгорели три девочки и один парень. И еще четверо скончались потом в больнице. Инвалидами из-за страшных ожогов стали 20 человек. По 24 часа в сутки можно было прийти в 5 утра и возжечь, когда не было народа. То есть я знаю одно точно, что люди, которые это делали, шли сжигать народ. Следователям удалось доказать вину Джема. Из-за поджог «Чародейки» его посадили. Но до суда этот упырь не дожил. Скорее всего, ему помогли в мир иной уйти сокамерники, среди которых оказались родственники людей, у которых он вымогал, проливая реки крови деньги. Субтитры создавал DimaTorzok